Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона, покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости, а главное наша онлайн игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Саша, прими, пожалуйста, в первую очередь наше поздравление с рождением второго сына, это большое счастье. Спасибо большое. Ты, кстати, кого больше хотел, сына или дочери? Ты знаешь, я безумно, ну конечно же, я еще тоже очень хочу дочку, но я как бы изначально сказал, будет сын второй, отлично, будет дочка, супер, но это большое счастье и сын, значит, отлично. Ну я так понимаю, есть желание не останавливаться на достигнутом? Ну, дай бог, дай бог. Дай бог. Саша, скажи, пожалуйста, как во время всех этих переживаний, потому что процесс, безусловно, нервный, эмоциональный, тебе удалось набрать такую форму и показать такой футбол? Ну форму я набрал. Мы нормально поработали два сбора, заложили очень хорошую физическую подготовку мы провели в Дубаях, в Абу-Даби. Ну и вторым сбором закрепили, то есть готовились, понятно, что к Лиге Европы немножко нам не хватило, мне кажется, времени. Может быть, еще неделька бы лишняя, и все бы для нас сложилось в Лиге Европы немного иначе, если взять, наверное, все-таки в первой игре, потому что немного нам не хватило. Но я готовился и, понятно, что понимал, что предстоит решающая игра в чемпионате. Просто подготовил себя, команда подготовила себя, и поэтому, я думаю, команда в хорошей форме. Твоя игра не могла не остаться незамеченной, болельщики, наконец, признали тебя лучшим. Ты постоянно был в топе, но вот сейчас ты безоговорочно лучший. Я такого преимущества в голосовании по итогу месяца никогда не видел, правда. Что для тебя это значит? И вообще, твое отношение к индивидуальным наградам? Спасибо большое болельщикам за этот выбор, но для меня это значит, но я не могу сказать, что для меня это какой-то прям предел или что-то. Да, я доволен, это индивидуальная награда, я помог команде, но хочется, на самом деле, большего именно, хочется командных достижений. И я очень спокойно отношусь к этим индивидуальным наградам, честно. То есть я не пытаюсь как-то приврать что-то. Мне приятно, спасибо большое за этот выбор, но я твердо стою на земле и понимаю, что хочется большего. Хорошо, оставляем индивидуальные награды, перейдем к командному успеху. Вот это что-то большее, это что? Ну, если брать прям глобально, конечно же, я мечтаю быть чемпионом. Я думаю, каждый в этой команде хочет быть чемпионом и тут не надо бояться этого слова, да? Другой вопрос, как этого достичь? И понятно, чтобы этого достичь, нужно выигрывать, не делать осечек, то есть идти, быть стабильными. Вот и все. Нам, наверное, этого немного не хватает, но я думаю, что у нас есть еще время, у нас сложный календарь, но все в наших руках. Если мы будем командой, если мы именно, у нас есть команда, хорошая команда, но если мы именно этот отрезок проведем чуть больше, чем каждый может, тогда я думаю, что все возможно. Ну, мы ваше стремление выигрывать видим на поле, видим какие-то кадры с тренировочного процесса, но мы не видим, не можем видеть вашу внутреннюю кухню. Разговариваете ли вы об этом? Мечтаете ли вместе как-то? Я думаю, что каждый, кто сейчас в Баковке находится, мечтает об этом. Почему не можем об этом мечтать, элементарно? И хотеть этого, и почему не можем верить, что мы сможем это сделать? Я не вижу в этом проблемы, я не вижу, почему не можем этого сделать. Вот все. Думая о чемпионстве, мысли о Лиге Чемпионов, гимн Лиги Чемпионов не играет в голове? Ты знаешь, что хочется, думаешь, думаешь именно о внутренней кухне, хочется именно здесь сначала, знаешь. Понятно, что в голове где-то сидит это, но... Я так понимаю, что мысли о внутреннем первенстве, они забивают и мысли о предстоящем евро? Полностью. Ну, по крайней мере, у меня я не знаю, как я думаю только о том, чтобы реально с Локомотивом оказаться в лучшем положении. Ты недавно в интервью на программку сказал, что Локомотив для тебя главный клуб жизни. Это непростое заявление, я его тебе предлагаю сделать на камеру. Я от него не отказываюсь, это действительно, потому что в моей жизни не так много трофеев. Если взять конкретно, я выиграл три Кубка России и два из них именно игроком в составе Московского Локомотива. У меня три бронзовые медали, которые все я выиграл в Московском Локомотиве. Я отыграл здесь семь сезонов, то есть всю большую футбольную карьеру я провел в Локомотиве. То есть были взлеты, были падения, но именно тот период карьеры, реально, семь лет, это для меня важно. И поэтому те трофеи, которые я выиграл, это для меня очень важны, так что это действительно так. Я от них не отказываюсь, это да. Несмотря на то, что да, я воспитанник для Московского Спартака, я не раз об этом говорил, что горжусь этим. Но карьера сложилась так, что я в свое время оказался в Локомотиве, и он стал для меня главным футбольным клубом. Жалеть, наверное, не о чем. Конечно, конечно, не о чем. Уверю, что еще надо все это сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Саша, касательно Лиги Чемпионов, ты знаешь, кто на данный момент является автором последнего мяча в главном европейском турнире в составе Локомотива? Один болельщик подсказал мне, что я не думал, что это Лига Чемпионов. Это была квалификация, что якобы я последний гол Лиги Чемпионов забил. Но я это не отношу к Лиге Чемпионов. Или это все-таки Лига Чемпионов? Но это Лига Чемпионов. Тогда да, это мне подсказали, подсказал болельщик один, что прошло ровно 10 лет с момента нашего последнего гола в Лиге Чемпионов. То есть, ну, жаль, жаль, что это да. Это очень грустный момент в моей карьере. Один из самых грустных. Надо возвращать команду. Да, да. Постараемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова